Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Это слова известного поэта-песенника Василия Лебедева-Кумача, автора знаменитых «Веселого ветра» и «Священной войны». И они как нельзя лучше характеризуют отношение фронтовиков к песне, которая действительно помогала им и бить врага, и отдыхать между боями. Песни сороковых пороховых до сих пор помнят и поют. Песни, которые звучали для солдат Победы, исполняются и сейчас для их потомков. В преддверии самого любимого народного праздника – Дня Победы – в городском Доме культуры состоялся фестиваль песен военных лет «Этот День Победы», ставший уже традиционным. Были наши деды, прадеды, которые несли эту тяжелейшую ношу, освобождая не только нашу страну, но и всю Европу от коричневой чумы. И мы должны это помнить с вами. Сегодня вы, учащиеся, вырастите. И вы должны помнить и передавать будущим поколениям ту правду о той Великой войне. Вы вот сегодня сидите, вы наследники Великой Победы. Молодые способные вокалисты и творческие коллективы со всего Славянского района представили на суд жюри и зрителей песни, которые никого не оставляют равнодушными. Песни о войне требуют таланта и любви к ним. И все это есть у молодых исполнителей. Мы очень хотим, чтобы песни о войне никогда не забывались, чтобы молодежь всегда ценила то, что сделали для нас наши уважаемые ветераны. И чтобы подвиг наших солдат всегда был в памяти и в наших сердцах. И мы поем песни, в которых содержится память о солдатах, которые воевали за нашу страну, одержали победу. Для нас эти песни очень дорогие, любимые. Солисты и вокальные ансамбли смогли сполна проявить свои таланты и заслужили аплодисменты зрительного зала и высокую оценку жюри. Участники фестиваля получили благодарственные письма от председателя Совета Славянского района. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События». КОНЕЦ КОНЕЦ